Всем привет, мои дорогие! С вами Ольга Патракова. Всем привет, мои дорогие! С вами Ольга Патракова. Руках у меня лимон, а это значит, что мы будем сегодня лечиться. И не просто лечиться, мы будем готовить специальную вкусняшку, которая помогает от всех болезней. Привет! Привет! Всех зову, всех жду, всех, как сказать, поздравляю, да? У себя в ВК в группе, а также, конечно же, в Ютубе. Привет, Ютуб, который смотрит меня с небольшой задержкой. С вами Ольга Патракова, и в прямом эфире мы будем готовить зефир. Но не обычный зефир, а тот зефир, который у нас помогает при болезнях. Я его назвала, конечно же, от всех болезней противовирусный. Но по правде он поднимает настроение, радует глаз, немножко прочищает дыхательные пути, потому что в составе у нас есть лимон, в составе у нас есть имбирь, и я покажу, что с ним сделать. А также, чтобы он был жизнерадостного цвета. Нам же нужен зефир жизнерадостного цвета. Я нашла у себя шкафу. Куркума. Это такая желтая специя, из которой добывает краситель, тоже желтый куркумин называется. Догадайтесь, из чего я его добываю, да? Который придаст нашему зефиру жизнерадостный, желтый, яркий оттенок, что тоже, конечно же, радует глаз. Что еще делать? Не знаю, как у вас со снег сейчас, не снег. Для всех, кто смотрит меня в глубокой записи, давным-давно, не знаю когда, мы вообще в Москве, я снимаю какое-то все в Москве. Сейчас май. Май. Какое там? Десятое мая. И у нас вчера был снег. Да, и поэтому, конечно же, хочется чего-то жизнерадостного. Конечно же, хочется чего-то такого, не знаю, солнечного, в конце концов. Поэтому я надеюсь, что у вас сейчас, те, кто меня смотрит, у вас солнце, у вас радость. Поделитесь, какая у вас погода. Вот, надо же нам, надо же нам написать какие-то комментарии. Лена, привет, и привет, кто мне там добавляется еще. Мало пока народу, да. А у меня сейчас в студии, ну не сейчас, днем, да, шел большой майский курс. Вот, и пока вы собираетесь, хотите похвастаться, что мы сделали? Про майский курс. У меня 4 раза в году большие 10-дневные курсы здесь в Москве с нуля до вау-вау. И чтобы вы понимали, что можно научиться делать с нуля, прям с нуля, прям реально с нуля, идем ко мне в холодильник. Пошли, пошли, пошли в холодильник. Да, мы сегодня делали, у нас предпоследний день, завтра последний день мы будем делать, мы будем делать кандибар. Там уже ничего сложного нет. Там будет макаронс, там будут зефир, тот же самый, но другой такой рецепт будет. Там будет зефир, маршмеллоу, кейк-попсы, капкейки, айсинга, печеньки заливать. Ну, то есть все сладкое, что можно сделать на стол. И тадам! Сегодня красиво. И был вчера еще, когда 3D-шку мы делали. Итак, смотрим на тот торт, на наш страшный холодильник, да? Который можно сделать с нуля за один день группой. Вот у меня небольшая группа, сейчас 3 человека. Круто! Это кружева мы сами делали, цветы мы сами делали, обтяжка, золочение мы сами делали. Это у нас текстурирование, роспись. Это оборки. Круто! Заодно прошли, как работать с муляжами, как работать без муляжей, как работать с межярусами. И это все мы сделали за один день. Скажите ли, красота. Поэтому, если вы, ну мало ли, думаете, а не поехать ли мне в Москву к Патраковой на 10-дневный большой дорогой курс? Поехать! Поехать! Если даже у вас совсем руки не из того места, у вас все равно все получится. Потому что я специализируюсь прямо на этом. Так, ну что, я думаю, что все, кто хотели присоединиться в... Я поэтому в эфире сейчас в ночи. Все, кто хотели присоединиться в ночи к нам, то, наверное, присоединились. И мы сегодня с вами готовим зефир. Вот. Нам надо подготовить ингредиенты. Первое, нам надо почистить яблоки. Потому что, когда у нас такие острые ингредиенты... Лимон же целиком не запих... Ну, в смысле, может, конечно, не запихаешь. Имбир же целиком не запихаешь. То мы берем с вами основу нейтрального вкуса этой яблоки. В классических зефирах яблоки запекают до полуготовности в духовке. Если хотите, запекайте. Тогда зефир получается более плотный. Он требует меньшего количества загустителей. Или вообще без него можно делать. В нашем же случае у нас агар. Порошок, который будет держать нашу массу. Вне зависимости от того, насколько плотной она получится. У меня есть варианты этого зефира на ягодах вообще без уваривания. А вот на яблоках получается поплотнее. Потому что сами яблоки тоже поплотнее. Но я их не запекаю. Также я знаю, и тоже иногда делала, запекать можно их еще в духовке. Ой, в духовке, в микроволновке. Порезать, по-моему, на мелкие кусочки. И не помню, на 10 или 15 минут в микроволновку. Тоже, в принципе, запекаются. Мы будем их варить. Я люблю варить. Так. Кто помнит, что такое зефир, вы молодцы. Кто не помнит, что такое зефир, я вам расскажу. Это. Так, я положили облоки. Да, ставим на огонь. Я чуть-чуть налью воды на донышко. Прям совсем чуть-чуть, чтобы не горело. Кто не помнит, говорю о том, что это, по сути, птичье молоко. Ну, так, по смыслу-то. По сути, это птичье молоко. Ну, у которого есть большой ягодный компонент. За счет того, что у нас... Ну, как-то даже не птичье молоко, но пена. Пена. Да? Взбитый белок. Вот я белок тоже подготовила. Да? Ну, показывать буду. Да, пена белковая. За счет того, что в ней большой... Видите, все. Ягодный компонент, большой ягодный компонент, да? То есть, по сути, это больше ягод, чем белка получается. Но держится большая такая пенка. И у меня тут группа моя майская тоже спросила. Оля, ну, птичка, что же проходим? Типа, а можно птичку готовить с ягодами? Я говорю, можно? И скажи, как это будет называться? У них такой ступор, типа, как будет называться птичка с ягодами? Я говорю, ну, представь, что мы взбиваем белок, варим ягоды, делаем из них пюре, добавляем... Тут птичка с агаром тоже делается классическое. Добавляем агар. И это все потом взбиваем долго. Что получится в итоге? Они такие, блин, слушай, точно зефир. Да, все верно, получится зефир. Так, окей. Пока яблоки наши... Не надо, чтобы они прокипятились, в общем. Смысл такой. Еще я подготовила блендер. Мы будем их измельчать. И нам надо подготовить лимон и имбирь. Если с лимоном в целом понятно, что мы будем делать. Взяли лимон, порезали пополам и выдавили. Ну, вообще, если вы любите покислеть целый лимон, если не рискуете, то пол лимона. Так это я помешаю немножко. Я хочу покислее, поэтому я возьму целый лимон. Так же лимон, чтобы лучше выдавливаться. Тоже под горячей водой его, пожалуйста, помойте под горячей водой. И вот так вот прокатайте, чуть-чуть давить, чтобы он стал более мягкий. И тогда он прям много-много сока дает. Убрасываю. Лимон подготовили. Много получилось? Не особо. Выливаем тоже туда же. Взвешиваю, не взвешиваю. И задача подготовить имбирь. С имбирем сложнее. Я взяла терку страшную свою. Закрыла пакетом. Это пакет обычный, полиэтиленовый. Да? И имбиря. Сколько нужно имбиря? То же самое. Так как я беру свежий имбирь, он, блин, термоядерный. Мы берем маленькое количество, маленький кусочек. Чистим его. И натираем на этой терке. Нам нужно пол чайной ложки. Чайная ложка это прямо максимум. Это будет печь. Жечь, печь. Вот. Но я люблю имбири. Поэтому мне нормально. А вообще, конечно, это прям жесткач. Имбирь это прямо жестоко. Что нам дает? Видите, ничего никуда не проваливается. В принципе, измельчается. Так как я это буду сейчас еще проваривать и буду через сито протирать, то я могу оставить кусочки большие. Вы смотрите самостоятельно. Как вам больше хочется. Так, мне салфетки надо найти. Полезный эфир. То есть, я вот такой кусочек взяла. Весь я положу? Ну, наверное, весь, слушайте, положу. Гулять так гулять. Не знаю, как это у меня завтра будут майские курсы, еще завтра последний день. Не знаю, может, приедет, может, не приедет. И у нас что? Чистая терка. Правильно, ничего не надо. Вот. Подготовили. Варим нашу замечательную смесь. Я чуть-чуть сахара добавила из общего количества. Рецепт я выставлю. Вот. И у нас, чтобы яблоки сварились, можно помельче их порезать. Можно, как хотите. Без кожуры я их варю. Вот. Взяла, получается, я где-то 350 грамм яблок, с учетом того, что они... С учетом того, что они немножко через сито, когда проходят, уменьшаются. Нам, итого, нужно 200-250 грамм пюре. Этого можно и 250, оно плотное. Дальше. Один лимон, один кружочек маленький имбиря, можно пол имбиря. Вот. К ним будет у нас с вами 200 грамм сахара. И у нас вторая смесь. Это 300 грамм сахара, 150 грамм воды и агар 10 грамм. Так как здесь вот плотное очень яблоко, я взяла 8 грамм. И взбивать мы будем с вами 2 белка. Здесь 60 грамм. Ну, на всякий случай, вдруг вы не дождетесь рецепта, ничего не дождетесь. Так, ну что, кондитеры не спят, как я понимаю. Ну что, дорогие мои, всем привет из Москвы. Я рада, что вы меня смотрите. Мы ждем, когда у нас варятся яблоки. Сейчас у нас в эфире зефир от всех болезней противовирусных. Вот. На дворе ночь, 10 мая, 24-й год. Я сижу в своем офисе после большого майского курса и варю яблоки. В это время, там, не знаю, что-то происходит. Нет, что домой ехать. Я на работе, вы понимаете, еще. Вот, яблоки варю, варю. Мне надо, чтобы они у меня блендеру поддались. Вот, пока они еще не поддались, блендеру сварить надо. Такой, не компот, но как бы варенье, яблочное варенье. Проверим, может, они уже поддались блендеру. Давайте попробуем. Вдруг они уже готовы, а мы их не хотим использовать. Берем наш волшебный блендер. Пробуем. Ну, не сказать, что прям хорошо, но вообще расходится. Да, получается. Так, сейчас большие кусочки разобьем и будем жужжать. Если вы умеете готовить зефир, по любому другому рецепту готовьте. Как вам больше нравится. Мне просто очень часто люди спрашивают, типа, Оля, я готовлю зефир совсем по другому рецепту, у меня все отлично получается. Привет, привет, Наташа. Все отлично получается, я там запекаю 15 лет, все готово. Товарищи, я вообще не призываю готовить так, как я готовлю. Если у вас что-то отлично получается, в жизни все удалось, можно не смотреть чужие рецепты зефиров, а выкладывать свои рецепты, например. Ну и вообще, как бы, сшила на мыло менять, ну что, если такой же рецепт, он вам нравится, все в жизни хорошо. Это ж хорошо. Вот, привет, привет, привет. Приятно мне смотреть? Ночью, как я... Хорошо, что я в офисе никого нет. В смысле... Ну, вообще, наверное, соседи привыкают, когда готовишь по ночам. Ну, конечно, яблоко у меня там еще кусочки какие-то есть. Но вообще, так-то мы никого нет уже. И то, что за счет лимона у нас с вами яблоко не темнеет, это потому что лимон. Так бы, конечно, оно потемнело 15 лет уже как-то. Так, выключаем. Привет, привет. Вон там сердечки, собачки кто-то шлет. Вот, и надо протереть челюстито и вернуть на плиту. Зачем я это делаю? Потому что я хочу выдавливать из резной насадки. Я пока не ношу, это я ищу, куда я делаю. Из резной насадки. Вот такая насадка у меня будет. Называется она 1... 1 что? Это 1, как русская В, но В, наверное, английская. И 1С русская еще есть. Насадка, она чуть другая. Я два дня не организовала. Я зефир, яблоко, апельсин. Волшебство просто. Просто отличный. Просто. Вообще хочется чего-то. Я же говорю, что-то хочется такого жизнерадостного. Какого-то солнечного, летнего. И одновременно, чтобы наша непогода... Ну, у нас реально погода скачет. Не знаю, как у вас. У нас то снег, то солнце. Но сейчас, в общем, погода около нуля. Снег был вчера. Ну, не сказала бы я, что это сильно нас радует. Ну вот. Так. Что мы делаем? Дальше мы протираем это все. У меня конструкция выглядит так. Железная миска. Железный этот. Железная ложка. Для того, чтобы легко протирать нам зефир, у нас есть метод. Называется размазал-собрал и размазал-собрал. Сейчас. Я его по-разному, конечно, называю всегда. Но смысл такой. Там же ячейки, они забиваются. Поэтому мы размазали чуть-чуть. А-а-а! Господи, оно же горячее. А-а-а-а-а-а! Сейчас, подождите. По вкусу, кстати, ок. Нормально. Один лимон нормально. И такое количество имбиря нормально. Ну вот. Размазал. И собрал. Понятно? То есть поскоблил, как будто бы размазал. Поскоблил. Зачем поскоблил? Чтобы мы ячейки освободили. Просто нам кажется, что они еще не забились до конца. Это мне горячо теперь держать. Но по правде они забились. И для тех, кто ненавидит протирать так же, как я, я ненавижу протирать что-то через сито. Вы должны просто посчитать. Вы должны сделать 20 таких раз. Поехали. Размазал. Раз. Размазал. Два. Размазал. Понятно? Просто посчитайте. 20 раз. Это же не много 20 раз помешать. Вот. И когда вы 20 раз перемешаете, у вас будет, в принципе, то количество, которое нужно. Вот. Примерно. Конечно, если вы при этом хорошо его попюрировали и все такое прочее. Но в целом, примерно где-то на 20 таких размазываний. И вот когда ты думаешь, что это всего лишь 20 раз, а не 4 часа, что мне-то в голове как будто 4 часа надо это делать. Вот. То как-то легче жить, легче жить, когда подумаешь про 20. Вот оно уж практически все протерлось. Это, наверное, еще 10 метров. Не забывайте собрал делать. Да. И здесь сейчас вот это вот у меня с той стороны остается. Более плотная и все более плотная масса. Делаю на весу. Удобно мне? Нет. Довольна я вот этим, вот как я это делаю? Нет. Нравится? Мне нет. Но когда ты понимаешь, что тебе всего лишь 20 раз надо размазать, как-то, ну, легче. 20 всего лишь. Да. Можете написать также в комментариях, кто делал этот рецепт, сколько раз вам приходится. Вот, смотрите, ложка одна осталась. Сколько вам раз приходится размазывать. То есть, в принципе, мы уже все размазали. Все. До конца не буду делать. Я, кстати, уверена, что 200 грамм у меня... Ладно, еще поделали. 200 грамм у меня уже есть. Да. Если вы запекаете яблоки, у вас, кстати, меньше отходов. Ну, так, по честному, если. Все. Это положили, это положили. Тут чуть-чуть прибрали. Погнали. Обратно возвращаем на плиту. Возвращаем на плиту. Добавляем сахар 200 грамм. Ну, тут уже не 200, я же чуть-чуть добавила. И помните, что я хотела же жизнерадостный очень цвет получить. Вот. И поэтому нам надо добавить еще волшебную штуку с названием... Правильно, куркума. Важный момент сейчас скажу. Куркума сама по себе имеет вкус. Она вообще такая, как бы, ну, как бы пряная, что ли. То есть она имеет вкус свой собственный. И этот вкус не сочетается с ягодами вообще никак. В принципе. Вот. Да. Его обязательно нужно... Ну, короче. Да. Обязательно попробуйте в водичке растворить и попробуйте, какая она вам на вкус. Потому что у нее вкус есть. Ну, как у перца, условно, да. И поэтому вот здесь, вот в этом варианте, когда у нас имбирь, лимон, там вот такой вот остренький, будет хорошо. Но с ягодами никак. Вот. Кладем пол чайной ложки. Пол чайной ложки. Если в граммах хотите взвешивать, 2,5 грамма. Ну, если хотите. Сефиро-сэндвичи. Можно еще раз повторить рецепт? Ну, нет, уже все, солнышко, мы будем смотреть в записи. Перемешиваем. Перемешиваем. И дальше нам надо уже переходить к взбиванию. Итак. Это варится. Сейчас мы все подвинем, освободим место под миксер. Потому что миксер у меня где? Правильно, вот там стоит еще поташка. И потихонечку начинаем уже взбивать. Взбивать. Погнали. Миксер есть. Этот есть. Шноу. Есть. Эти все штуки есть. Воды в рецепте нет. Протираем от воды все. Итак, дорогие друзья, у нас сейчас с вами такая достаточно, ну, непростая задача. А именно, нам нужно, первое, взбивать белок. Да? Повторю, два белка у нас 60 грамм. Второе, что нам нужно с вами делать, это варить ягоды. Сколько их надо варить? В принципе, до растворения сахара. И третье, что мы с вами начнем сейчас делать, это замачиваем агар. И весь YouTube мне обычно ором орет, что не надо замачивать агар. Зачем вы его замачиваете? Дорогие мои, если у вас хороший агар, его не надо замачивать вообще. В принципе, он и без этого спокойно разойдется. Но так как вот это вот видео вещает на весь мир, как я поняла, даже не страну, на мир на весь, потому что мне писали, где меня смотрят. Меня смотрят, Канада меня смотрит. Америка, оказывается, меня смотрит. Ну вот. Поэтому неизвестно, какой там агар. Агар, как и любое желирующее вещество, лучше замачить, чтобы он разошелся. Понятно? Замачиваем. Ничего пока не происходит, просто водой залила, такая получилась цветная вода. Ну, в общем, как бы, ничего. Такой намок и разошелся. Вот. Это мы варим. Видно? Да. И белок у нас взбивается. В белке мы немножко прибавим скорость. Потому что нам надо, чтобы оно прям взбивалось. Яблоко варю. Не взять-то прям долго варить. Сахар разошелся, в принципе, достаточно. Так как у нас, во-первых, яблоко... Все, я бы вся в желтых пятнах. Все, я выключила. Так как у нас яблоко, во-первых, да, само по себе плотное. Агар сам по себе плотный. Вот. И рецепт выверен таким образом, что он получается вообще из любых ягод, в принципе. То есть, не принципиально, чтобы он там какие-то... Ну, условно, на воде тоже должно получиться. Да, я не пробовала, честно. Не ловите меня, пожалуйста, на основе. Вот. И нам надо взбивать белок сейчас. Это самое главное, что нам предстоит. Вот. Дальше с нас вот такой белок. Мы будем заливать горячие, можно кипящие прямо ягоды. Вот. С тем учетом, чтобы белок прошел термическую обработку. Потому что белок без термической обработки – это всегда лотерея. Может, ты сватишься в армонелёс, может, нет. И тут тоже мне все будут горчать. Сейчас все яйца обрабатываю, дорогие друзья. Вы даже не представляете, где могут жить люди, которые готовят зефир. И далеко не везде яйца покупные. Может быть, взяты у соседки. У соседки там болела курица, и все, неизвестно, что там где. Поэтому надо термически обработать. Дальше, короче, все, пена пошла. Видно? И мы добавляем почечек ягоды. Наша основная задача – не убить пену. Ой, красота. Пена есть? Добавляем. Пена пропала – делаем паузу. Пена есть. Пена кипецком, не бойтесь. Просто вообще класс. Жизнерадостный желтый. Вы видите, какой он классный? Все, взбиваем. Пахнет странно, конечно. Куркума с лимоном и имбирем. Прям так. Нет, так взбивается. Все взбивается. Почем мы с вами готовим агар. Все достаточно тоже просто. Итак, агар полежал. У меня в данный момент еще с ним не произошло. Бывает он набухает, бывает нет. Вот у меня не набух. Может, чуть-чуть. Опять же, есть такие крупные крупинки. Вот они, видите? И агар разной очистки бывает. Лучше все-таки, чтобы он понабухал. Итак, основная задача сейчас – узнать, нормальный ли у нас агар. Потому что агар – это основное вещество, которое будет держать нашу массу. И если он у нас не получился, этот рецепт не получится. Вот, если, например, не получился агар, что мы делаем? Все останавливаем. И идем в магазин за новым агаром. А если нет агара? Мы готовим этот рецепт тогда. Потому что этот рецепт с агаром. Татьяна спрашивает, когда вы отдыхаете? Вообще, мне надо сейчас отработать завтрашний день. Потом 12-го я буду спать. А 13-го, я надеюсь, что я куда-нибудь уеду в отпуск. Ну, если не уеду, то и не уеду. Ничего страшного. Ну вот, поехали. Итак, первое – доводим до кипения. Сахар у нас с вами в очереди стоит. И нам надо увидеть, как наш агар потихоньку превращается в кисель. Если он превращается в... Че-то жди. Короче, если он превращается в кисель, это нормальный агар. Если он в кисель не превращается, все останавливаете. Но вы не испортили ягоды, не испортили сахар. Вы можете только один компонент должны проверить. Понятно? Если не превращаете, идете за новым агаром. Так, ладно. Эти все сбиваются, эти дамы. Они сбиваются желтой машиной. Вот, доходит до кипения. Доводится, доводится, доходит до кипения. И не сказать, что он прям сильно у меня густой. Видите? Не схватывается. А, нет, схватывается потихоньку. Вот, видно? Чуть-чуть схватывается. Вот, сейчас. Видно, что он гуще становится? Видно? Все. Как только он закипел, я вижу, что в кисель он превращается. Добавляем сахар. И дальше наша задача не доводить до какой-то температуры особой. Вот, да? А растворить сахар, чтобы сахар весь разошелся. И прокипятить 2 минуты. Все. В данном конкретном рецепте не нужен нам термометр. Опять же, если у вас есть какой-то рецепт, в котором нужен термометр, и у вас все получается, делайте его. Вот, я же не настаиваю. Я же как бы так. У нас там уже все хорошо с яблоком. Вот, как красиво. Серьезно. Круть. Ну, круть же. Вообще круто так. Муть. Круть. Слушай, я не проверяю ниточка, ниточка у нас с вами проверяется, когда сироп ты варишь. А здесь же мы с агара начали. Он в любом случае при кипении разойдется, 2 минуты покипятить, все, и можешь выливать. Ну вот. Еще раз, при том условии, что он в кисель сначала превратился, потом ты сахар добавил, довел до кипения, кипятишь 2 минуты. Вот у меня еще не дошел до кипения, я его мешаю постоянно, потому что он любит очень прикипать. Ну, как бы прикипать. Ну, короче, ну, понятно, да, что все, прикипать быстрее. Мне кажется, я жуткий язык забыла уже. Все уменьшами разговариваю. Прикипел, прикипать. Но он как бы не подгорает, и как будто бы вот туда, как будто бы, знаешь, как-то как бы стеть, что ли, на дне. Вот такое какое-то. Все, варим. Вот он закипел, видно? И 2 минуты варим. Ничего в этот момент с ним не произойдет. Мешать можно. Вот, мешать можно. Наша задача, чтобы немножко испарилась влага. Вот этот парус, вы видите, это влага испаряется. Вот он так вот кипит-кипит. Да, и ничего не происходит. То есть он не становится более густой, не становится там какой-то специальной ниточки. Просто варим 2 минуты спокойно и легко, просто варим. Не даем ему просесть. Поэтому я вот корябаю, прям дно, прям корябаю. Не сильно корябаю, ну так, чуть-чуть прям ложкой. Не гладенько, да, а вот прям корябаю. Господи, какая красота. Боже, желтый зефир. Желтый жизнерадостный, как солнышко. Солнышко какое. Слушай, агар у меня из магазина, из обычного. Ну, в смысле, тут жди. Я не могу остановиться, мне надо мешать. Я взяла агар из обычного магазина кондитерского, который всегда покупаю. Вот это малый-азийский какой-то. Сейчас, пусть я посмотрю. Да, вот. Они же его фастуют. Да. Они же его 900 блюн. Они его фастуют. То есть они же его не производят. То есть все фирмы агаровые, которые вы видите, это фастуют. Они поменяют поставщика, расфасуют что-то другое, а у них марка даже останется. Пока же написано просто. Агар 900 блюн, 50 грамм, 430 рублей. Вот у меня такой агар. Ну, если что. Ну, вот. Ну, не знаю, мне кажется, прошло 2 минуты. Прошло, я что-то засекал. Ну, может, засекали, я же не знаю. Ну, вот. Так, все. У меня уже прям такое, ну, как бы, не сказать, что густое. Ну, как будто бы, вот, видите, как будто медленнее варится немножко уже. И вот там я вижу, что пригорело. Вот там я прям вижу, что пригорело. Выключаю. Вот оно, видите, коричневое. Я его там не трогаю. Коричневое не задеваю. И быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро выливаю. Вот у меня, вот показываю. Видно там вот темненькое, мне кажется, что там не видно. Ну, короче, рассмотрите потом. Да, то есть задача такая, чтобы у нас не пригорело все-таки. Вот, если пригорело, там не ковыряем. Но пахнет вкусно, пахнет карамелькой. То есть нет такого запаха, знаете, как сжженое молоко. Вот, нормальный запах. Дальше, и эту массу надо нам с вами чуть-чуть остудить. Да, чтобы мы могли из нее, как бы, делать какие-то вообще зефирки. Ну, вообще, что-то из нее делать. Если вы делаете цветы. По этому рецепту из яблочного пюре не знаю, получаются цветы или нет. Предыдущий рецепт, посмотрите, у меня в группе или на канале в ютубе. Смотрите, где вы меня смотрите. Ягодный, есть ягодный. Я там такая клевая зефирка стою. Вот, посмотрите его. Из него у девочек получаются цветы. Этот не знаю. На свой страх и рис можете попробовать. Стоят цветы, честно, я еще не делала из зефира. Цветы, из всего мне делать цветы, кроме зефира. Зефир начался тогда, когда я перестала уже практически преподавать. Вот только 10 дней в тем чуть-чуть преподаю и все. Вот. Поэтому не знаю. Ну, мы можем получить, в принципе, что с ним будет. Короче, основная задача, чтобы у нас зефир не схватился в одну большую зефирку. В виде миксера. И поэтому, если вы делаете цветочки, вы берете плиту, ой, духовку. Открываетесь, выставляете там 50 градусов. И там храните чашку. Или мешки прям храните готовые. И там делаете все с мешками. Потому что ваша задача основная, это чтобы у вас, как сказать, температура была горячая. Вот. Понятно? Потому что агар-агар схватывается где-то при 45, при 40-45 до 52. Это уже схватывается. Смотри, агарочкой агарочкой. Ну, то есть горячо, а он уже все. Эх, ты, я уже, говорит, все, мне хорошо. Так, не пробовали агар, кто продается в отделах сухопруктов, не лишая здравств, непонятное происхождение, блюмы? Я бы взяла маленькое количество, я бы у них попросила. Ну, я не пробовала. Я бы попросила, у нас, мне кажется, и нет. Вот. Я бы попросила, наверное, и на пробу. Сказала бы, у вас что за агар вообще нормальный? Вот так пальцем бы еще противно двигала, это же у вас нормальный агар. Отсыпь мне килограмм, я бы пробую. Ну, любую, щепоточку взяла тихонечко. Проверяется легко, схватывается он у тебя в кисель или нет. Взяла чуть-чуть? Оля рассказывает плохие вещи, говорит, ай-яй-яй, нельзя, нельзя, нельзя. Ну, попросить можно, ложку попросить это попробуйте, что? Где будет в Ютубе? Где будет видео в Ютубе? Смотрите, в БК видео все равно всегда сохраняется. Ну, то есть, вне зависимости от того, закончила я эфир или не закончила. Вот. А в Ютубе, на канале, вы что, не подписаны на мой Ютуб? Ну вот, ну вот, ну там и будет, завтра, наверное, да. Сегодня, вряд ли, завтра, наверное, будет, да. У меня специальный, есть тайный, тайный засланец, который берет видео из века, дает в Ютуб, а потом делает вот эту красивую розовую обложку. Эта розысланца зовут Настя, если что. Ну, мало ли, вдруг вам интересно. Ну, короче, горячо пока что. Можно еще что делать? Вот я миску трогаю, мне горячо. Но миска, она как бы горячая, в принципе. Можно еще мерить массу стрелялки. Знаете, такой термометр-стрелялка. Сейчас мне будут все говорить, ну, знаете, термометр, это не знаю. Можно еще и поверить. Мне кажется, у меня уже так нормально все. Не, а, 52 еще градуса. Вот. Ну, это где-то, чтобы было 50. Тяжело 50, держать будет тяжело. Но на вид уже как будто бы ок. Но на вид я опять же вижу крупинки. Это яблочные крупинки. Вот, вы сейчас тоже их увидите. Яблочные крупинки. Смотрите, видите яблочные крупинки? Вот как будто бы он, блин, неровный какой-то. Негладкий. Яблочные крупинки там. На вкус, я думаю, а так. Пахнет хорошо. Лимон, имбирь, ок. Ну, вот. Имбирь тоже ок. Если берете сушеный, не знаю сколько. Я выбрала пол чайной ложки, не больше. Если берете вот как я, я кружочек потерла. И он какой-то не сильно термоядерный. Потому что я пробовала нормально. Ну, вы знаете, что он поварится сейчас. Чуть-чуть больше отдаст вкуса. И в холодном виде будет чувствоваться такая остринка небольшая. Ну, мне прям нравится. Я готовила его, когда был ковид. Он был тогда антиковидный. А сейчас я его переименовала. А зефир от всех болезней противовирусный. Ну, надо же какое-то название пафосное придумывать. Вы же придумываете пафосное. Я надеюсь, вы придумываете своим тортом пафосное название. Ну, и себе пафосное название. Это пафосное название, еще и рулят просто. А вот. Ну, короче. Что, думаете, пора? 49. Провая. Ну, вот на картинке он у вас не сильно желтый. У меня прям желтый. Мне кажется, мягковат еще как будто, что ли. Как вы думаете, мягковат, не мягковат? Ладно, погнали. Можно еще чуть-чуть остудить. Он тогда будет более плотный. Но мое терпение заканчивается. И поэтому, что мы делаем правильно? Берем заготовленные пакеты. Заготовленную ложку. Где у меня заготовленная ложка? Вот у меня заготовленная ложка. И выдавливаем зефирки. Я буду выдавливать обычные зефирки. Вот. Такие. Ничего там такого выдающегося я не придумала. Просто обычные зефирки буду делать. Но много. Ну, сейчас парочку выдавлю на камеру, потому что остановлюсь. Посмотрим. И как только они, в принципе, остынут до комнатной температуры, они уже, в принципе, схватятся. То есть, уже их есть можно. Но дегастировать как минимум. Вот. А вообще, конечно же, зефир надо полежать ночку. Чтобы он как следует схватился, остыл. Сверху немножко заветрился. Его можно было уже брать. Вот. Да, на видео посветлее, кстати. Вот я сейчас смотрю на картинку. Более светлый. Так он у меня прямо здесь нерадостный, желтый. Вот. Прям такой желтенький. И я не советовала бы добавлять, конечно, больше куркумы. Мне кажется, ну, вкус такой специфический все-таки. Блин, у меня от ней влезает в три мешка. Что делать? Куда бежать? Чуть-чуть еще осталось прямо. Ну, осталось, значит, осталось. Погнали. Давайте четвертый положим мешок, ладно. Просто мешок положим. Да? Будем как кули выдавливать. Это что, нормально, я считаю? Которые не какой-то специальной формы, а просто кругленькие штучки. Все будут говорить, Оля, у тебя столько в миске осталось. Да. Это тоже такой профзаболевание. Как сказать, профдеформация. Я то, что осталось, не воспринимаю как еда. Я воспринимаю это. Вот я тоже рисовала, которое мы сегодня делали. Я это воспринимаю. Что, кстати, подключается в середине. Ну, вот в эфире посмотрите меня в прямом. Посмотрите сначала, я показываю, какой волшебный торт мы сделали сегодня на курсе по свадебному торту. Просто бомба. Итак, наша самая главная задача еще красиво выдавливать. Но если вы умеете выдавливать, конечно, все повыдавливаете. Но я на всякий раз вообще расскажу. Вдруг вы не умеете выдавливать. Итак, берем. Да? Собрали морковку. Морковку между большим указательным пальцем, если вы правша. Если позволяет кончик, куда-нибудь намотали. На соседний палец, на любой, на большой или на указательный. Все равно. Мне пока не позволяет ничего наматывать. Дальше. Наша основная задача, чтобы у нас полосочка красиво ложилась. Это значит, мы не прижимаем насадку к земле. А как бы ведем сантиметр над. Погнали. Зефир внутрерыхлый. Сейчас, подожди. Вот, погнали. Так, отсюда, да? Итак, классика. Это зефир вверх такой штучкой. Рисуем кружочек раз. Рисуем кружочек два. Три. Пипка. Еще раз. Рисуем кружочек раз. Рисуем кружочек два. Три. Пипка. Вот. Здесь важно, что еще раз. Сантиметр до. И на тогда красивое ложится. Если вы будете вот так вот прям по земле корябать, то у вас красивая колбаса не вылезет. Ну вот. И еще у меня один получится, интересно. Наверное. Шесть таких горочек у нас будет. А! Не горочка, а какое-то расстройство в одну. Ну и такая страшная горочка. Окей. Так, дальше. Следующий у нас элемент, который тоже так же часто встречается. Это закрытая роза. Закрытая роза, она одноярусная. От центра рисуем, получается, спиральку. И важно, чтобы у нас колбаска друг к другу прилипала. Как будто вы друг на друга кладете. Тоже сверху вниз. Сантиметр до земли. Выдавливаем. Вокруг прям закручиваем, закручиваем, закручиваем. И кончик протягиваем вдоль. Выдавили. Закручиваем, закручиваем, закручиваем. И кончик протягиваем вдоль. Понятно? И главное, чтобы вот прям друг на друга такое ощущение, что оно уж ложится. И тогда реально очень красиво смотрится. Закручиваем, закручиваем, закручиваем. Ну, короче, я могу так повторять понятно тысячу раз. Вот. Да. И третий тоже часто используемый. Я это называю тоннель. Давайте вот пойдем. Благо у нас стол чистый. Слушайте, так хорошо, когда огромный стол. Все влезает. Тоннель – это когда у нас как будто бы розочка, но еще вверх мы кладем. Понятно? Такой дырочкой. Что удобно здесь делать? Здесь удобно начинку класть, например. Сделали раз и наверх положили еще. Да? И во внутрь начинку можно положить. Ну, вот. Раз. Или можно такие, кстати, делать пирожные Павлова еще. Но это уже не к зефиру. Это уже у нас с вами про безе. Это немножко другое. Очень красиво. Очень. Так что еще это 4-4 розочку сделаю. Плоскую – раз. Плоскую – два. Я просто смотрю, чтобы четное количество было, чтобы они у меня потом соединились в пары. Вот. И что мы делаем, если у нас просто мешок? Просто мешок же у нас еще есть. Мы, кстати, торопимся, выдавливаем. Вы заметили, что я мало разговариваю, прям давлю-давлю. Вот. И просто мешок. Из просто мешка. Да? Мы можем сделать все то же самое. Да? Но только круглое оно получается. Ну, наверное, лучше всего будет смотреться горка. Просто выдавливаем горку. Да? Просто горку выдавливаем. И горки у меня все кривые. Отлично. Кружочек, 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 кружочек. Кружочек, 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 кружочек. Я вижу, конечно, яблоко. О, хорошо. Вот все. Сколько у меня получилось? Ну, я большие зефирины делала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Больших зефирин получилось. Их 12 штук. Вкусно капец просто. Серьезно. Прям вообще пахнет хорошо. Жизнерадостный цвет. Желтую. Все, как доктор написал. Так, я отодвину. Вот он у меня в шнур залезает. Тут мои штучки. Что можно сделать сверху? Можно найти, например, еще сахарную пудру тоже с куркумой перемешать и обвалять сахарной пудрой. Дальше что мы делаем с вами? Первое. Как только они остывают, они уже, в принципе, схватываются. Их уже можно отделять. Они липкие снаружи, они такие рыхлые внутри. Но уже их можно есть. Потому что, ну что ж мы ждать, ну когда оно до завтра. Не смешите меня. Ночь это время, понимаете же, ну как бы дожора ночного. Вот. Ну вообще по-нормальному. Да. Надо дать им полежать до завтра, чтобы они сверху заветрились полностью. Хорошо окрепли, затвердели. Дальше вы их отрываете вот так. Попки-то у них лежали. И попки у них не засохли. И попками склеиваете. Дальше по желанию. Можете обвалять сахарной пудрой, не обваливать сахарной пудрой. Традиционный рецепт. Сахарная пудра, кукурузный крахмал. Можно краситель. Вот. И дальше обвалять вот в этой смеси. Это не очень сладкое и не липнет. И такое как бы, ну прикольное. И не мокнет. Вот. Вот примерно так. Вот. Дорогие друзья. А теперь смотрим номер насадки 1В и 1С. 1В русская как будто бы. И 1С русская тоже как будто бы. Я видела там какой-то рецепт еще. Ой, вопрос. У вас зефир внутри рыхлый. Пробую разные рецепты. Результат одинаковый. Мариночка, мне кажется, вопрос уже не в рецептах. Мне не хочется вас расстраивать, конечно. Но если вы пробуете все рецепты, у вас одинаковый результат, то, скорее всего, уже не в рецептах вопрос. Что у нас может не получиться? Первое. Ну, кривой рецепт. Второе. Как неправильно взбили. Вот. Да. Ну, то есть, да. Что-нибудь, например, неправильно взвесили. Почему может быть взвешиваем? Что у нас важно нам? Да. Как бы количество общей массы, на количество загустителя, да. То есть, ну, вот эта плотность. Что еще бывает? Не доварили сироп, если сироп там есть. Не допекли яблоки, если надо печь яблоки. То есть, густоту не добавили. Ну, да. Но самое частое, скорее всего, что вы его не добили просто. Если он прям рыхлый. И еще как вариант, может быть, ваша рыхлый. Рыхлый. Может, рыхлый. То есть, что такое рыхлый. Слово такое смешное. Рыхлый. Да. Может, он такой и должен быть. Может, ваша рыхлый – это нормальный домашний зефир. Ну, хотя он не рыхлый. Ну, вот. А в любом случае, например, ягодный зефир, который у меня также выложен в профиле. Он мягкий внутри. Он мягче, чем магазинные аналоги. Вот. Этот яблочный тоже. Он чуть мягче, чем магазинные аналоги. Но плотнее, чем ягодный. Ну, то есть, между. Если вам хочется прям такой. Такой прям зефир. Вот. Готовьте с агаром. Агара можно чуть побольше. Уваривайте как следует яблоки или запекайте. Вот. Прям такой, чтобы плотный плотный. И варите прям такого, знаешь, такого. Чтобы вообще вся влага выпарилась. Ну, мало ли вам хочется. Короче, меньше влаги. Больше твердого вещества. И будет вам прям термоядерный такой твердый зефир. Я лично не думаю, что надо делать домашний зефир. Похоже на магазинный. Мне кажется, это смешно. Вот. И мой домашний зефир, он всегда чуть-чуть мягче. Но. Я не навязываю свое мнение. Моя задача показать вам, как легко и прекрасно готовить. Что все у вас должно получаться. Что готовить вкусно. Это просто. Что при правильном методе Патракова у вас будет все вообще получаться. Потому что, в принципе, готовить легко. Декорировать тоже легко. Я показывала торт, который девочки сделали. Который 10 дней назад не думали о том, что они вообще торты будут делать. Все элементарно. И честно, моих рук там практически нет. Ну вот. Номер насадки сказала. Спасибо за ответ сказала. Ну что. Рецепт когда дадите? Говорила рецепт я уже. Вот. Я наизусть не вспомню. Ну условно давай. 200-250 грамм яблочного пюре. Яблок. Яблок было 300 грамм. В итоге должно получиться 200-250 пюре яблочного. Да. Один лимон. Один кружочек имбиря. Ну чайная ложка условно. У меня столовая, наверное, была ложка имбиря. Вот. Потом у нас 10 грамм агар, 300 грамм сахара к агару. К яблокам 200 грамм сахара. Я говорила? Нет. Я сейчас все запутаю вас. К агару получается воды 150 грамм. Сахара 300 грамм. Белка 2. 60 грамм. Все. Вот примерно так. Один лимон. Да. 250 пюре. Да. Один лимон. Да. К пюре и к лимону у нас с тобой имбирь плюс сахара 200 грамм. Да. 200-250 пюре. 200-250. Потому что 250, если плотное, можно 250. Вот яблок можно 250. Если у нас ягодки такие, полужижка, то лучше поменьше, конечно. Так. Имбирь плюс сахар 250. Как так посчитала? 200. Имбиря не 50. Куда имбиря 50? Ты что пишешь? Исправь. Куркумы пол чайной ложки было. Вот. Куда тут еще? Имбирь. Столовая ложка мокрого, потертого. То есть там его, ну, сколько? Ну, грамм 10, наверное. Ну, 15. Ну, 20, ладно. Мокрый 20, может быть. Ну, вот сахара 200. Это туда. 200, 200, 200. 200 сахар. Ягоды 200. Юля. Ну, я его выложу. Мне надо бы напечатать просто. А сейчас я не хочу печатать. Ну, посмотрю. Может, напечатаю ночью. Ночью выложу. Волшебный. Волшебный зефир. Ягоды сахар. Ягоды сахар. И туда добавки идут. У меня лимон, имбирь. Куркума. Здесь у нас с тобой, у нас с тобой агар, вода, сахар. Вот. И белок отдельно взбивается. То есть у нас два ковшика, и белок отдельно взбивается. В одном ковшике ягоды сахар. Да? И в этом ковшике получается агар, сахар. Ну, условно, здесь 500, здесь 500. Ну, так приблизительно. Здесь 500, здесь 500. Почти 500. 450, 450. И так было массы. Вот, да? И белка 60 грамм. Две штуки. Ну, вот как-то это все хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. И гладишь. Есть имбирь после Пасхи. А что такого-то? Скажите цветы. Цветы. Ну, слушай, ну, цветы-то аж учебные. Тут, как бы, знаешь, красоту-то они не особо... С меня, что-то, кажется, не красоты-то они не особо блещут. Ну, вот, мы делали... Короче, у меня в курсе в этом 10-дневном большом есть вафельная флористика, потому что новый материал. И первый цветок, который мы учимся делать, это... Ну, типа магнолия, конечно. Ну, типа вот такой, типа лилия магнолия, такой цветочек. Вот. Да? Мы изучаем, как вырезать цветок без выкройки. То есть холодный метод покраски такой. Ну, это не толпой и издалека. И вот оттуда вообще отлично смотрятся. Ну, вот, когда их много, смотри, когда много, то хорошо же смотрятся. Хоп! Быстренько. Хоп! И так вроде бы хорошо все, да? Вроде нормально. Вот. И потом, после этого мы делаем пион в мокрой технике в такое. Вот. И делаем орхидею еще. Чтобы посмотреть, там, сложная сборка, там, всё-то мне удобно, короче. Делаем орхидею. Это вот у нас вафельная флористика. Целый день это занимает. Раньше, когда не было вафельной бумаги, мы все же готовили из мастики. У меня же, я же маньячина. Вы меня видите там за спиной кучу книг обычно? И половина из них, вот эти большие книги, это из-за рубежа я привозила. Серьезно. И я маньяк, пока будет цветок. Во-первых, у меня есть обычная флористика. Серьезно. У меня прям обычная флористика из обычных цветов. Серьезно. Я прям вообще цветочный маньяк. Потом у меня есть всякие разные сахарные флористики. Это мастика всё. Мастика из-за рубежа. Заказывала, привозила всё. Потом у меня есть... Ой, Ржака, сейчас подождите, подождите. Где они у меня? Где они? Вот они. Нет, это не они. Тайские смешные книжки. Тайские смешные книжки. Всё, они не выжили уже. Ну, всякие журналы же у меня ещё есть. Всякие там, кейк, витинг. Всё, у меня как бы много всё. Но в основном цветы, конечно. Тайские смешные книжки. Где вот это тайские смешные книжки? Или ещё были тайские смешные... Не знаю, как это дело, короче. Тайские смешные книжки. Они на тайском языке. Там вообще такая ржака. Непонятно, что. Но они делают не из мастики. Они делают из полимерной глины цветы. Что, такую стопку привезла? Куда дело? Должны быть здесь, не знаю где. Вот. Так. Ну, короче. Дорогие друзья. Первое. Вас всех люблю. Второе. Запись, конечно же, будет. Третье. Подписывайтесь на меня везде. Четвёртое. Помните, что у моей школы есть государственная лицензия. А это значит, мы работаем официально. Мы выдаем своим ученикам дипломы государственного образца. Кондитер. Профессиональное дополнительное образование. Кондитер 4, 5 или 6 разряда. На всякий случай напоминаю о том, что можно прийти к нам, издать экзамен без обучения и получить этот спец... Как сказать? Подтвердить квалификацию и получить диплом без обучения. Издать экзамен. Вот. То есть, получить диплом. Это бывает нужно для получения денег на бизнес. То есть, сейчас иногда дают деньги на бизнес, но ты должен подтвердить, что ты кондитер вообще. Вот. И поэтому, понятно, надо тебе какой-то подтверждающий документ, и ты всё умеешь. Учиться, идти, там, сколько-то ждать, смысла нет. Вот. Можно прийти к нам. Мы работаем как сертификационный центр. Прийти, сдать и получить. Вот. Также мы работаем по соцконтрактам. То есть, кто собирается брать соцконтракт, тоже обращайтесь к нам на обучение. У нас все документы подходят, всё проходит, всё отлично. Вот. Да. Ну и, само собой, подписывайтесь, готовьтесь. Безумно рада вас всех видеть. Надеюсь, вы результаты выложите мне в комментариях. Напишите, нравится. Если не нравится, тоже пишите комментарии, само собой. Ставьте лайки, колокольчики нажимайте. Безумно вас всех рада было видеть. Ваша Патракова. Не болейте. Ну. Всё. Всем пока. У меня же ещё жёлтая есть. Подождите, ну не в тему вообще. Вот так надо прощаться. Всем пока. Ну а хватит. Всё. Продолжение следует...